Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео я бы хотела показать вам свою спортивную сумку, а точнее ее содержимое. У меня вот такая, самая простая, самая обычная, самая дешевая сумка из спортмастера. Ну и в принципе все свое обмундирование, если можно так назвать, у меня из спортмастера. Так что, кому интересно, продолжайте смотреть. Вот моя спортивная сумка. Ну, она небольшая, как вы видите, да, такая. Ну, давайте посмотрим, что в ней внутри. Обычный замочек, внутри нету никаких кармашков, здесь тоже ничего нету. Мне это, конечно, не очень удобно. Итак, я сегодня еду в бассейн, поэтому у меня здесь все для бассейна. Ну, меняется только у меня там, если я еду в бассейн, то кладу купальник. Сюда, если я еду просто в спортзал, то спортивную форму еще сюда добавляю. Вот, так что, вот так вот. Ну, тапочки, естественно, да. Они уже, видите, у меня тут покорябились, подстерлось вот это вот так. Тапочки мне очень нравились, симпатичные. Ну, вот сейчас буду искать им замену. Тапочки не очень. Так, дальше полотенца. Обычно я ношу с собой полотенца. Я не беру то полотенце, которое дают там. У нас можно взять в аренду полотенчика. Но я не беру, потому что я знаю, что они стирают сами. Я видела у них стиральные машинки. И, ну, они везде валяются. Их не гладят. Их, ну, как-то вот я брезгую, в общем. Поэтому я беру всегда с собой полотенечко. И в аренду там же ничего не беру. Дальше. Вот так вот я складываю в шапочку свой купальник. Значит, сейчас покажу вам купальник. Вот такой обычный закрытый купальник от Jaws марки. С такими чашечками плотными. Он у меня мятый, потому что он у меня лежал в шапочке. Вот. Но когда я его одеваю, он уже как бы натягивается на тело. И не мятый такой. Ну, смысл гладить купальник вообще не вижу. Да. И сзади у него, ну, как бы крест-накрест, да, такие лямочки. Очень удобный, кстати, купальник. Он как-то не вздувается вот здесь вот, как вот я вижу у многих. Он хорошо облегает, ну, как-то даже не скручивается ничего. Обычный спортивный купальник. И к нему у меня тоже шапочка этой же марки. И, кстати, мои вот эти тапочки, они тоже этой марки. Вот. У меня такая она мягкая, как бы тканевая. Я вот эти вот пластиковые такие, ну, вообще не люблю шапочки. И она мне идет как раз для, ну, у кого есть длинные волосы, да. То есть, вначале одевается вот эта часть, ну, розовая, да. И сверху уже сама шапочка. И волосы, как бы там внутри. В общем, очень удобно, на самом деле, ее одевать. Мне нравится. И получается такая розовая полосочка еще торчит. Поэтому хочу тапочки розовые себе взять. Так. Ну, и дальше самое интересное. Это у меня... Самое интересное и... А, да. Вот еще. Вот еще у меня вот такая. Покупала я ее... Ну, это китайская какая-то шапочка. Покупала, когда была в Арабских Эмиратах. Тебяка. На самом деле не очень она удобная. Потому что, ну, здесь просто резинка. Надо как-то одевать. Ну, я одеваю как-то приноровилась уже к ней. Одеваю. Так как волосы я там не сушу. То вот они как-то быстрее вот в этой шапочке высыхают. Ну, к полотенчику подходят. Все розовенько. Так. Ну, и большую часть сумки у меня занимает две косметички. Здесь у меня все то, что я беру в душ. И здесь у меня все то, что... Ну, как бы всякие кремушки и так далее. Ну, давайте начнем с душа. У меня, кстати, всегда вот эта косметичка вот так в открытом виде. Потому что она, ну, намокает. Хоть она и такая вот. Тоже ее хочу зимнить. Потому что, ну, что-то она уже вся потрепалась. Вот такая фиолетовая. Мне ее мама давала. Ну, она уже вот здесь вот начала рваться. В общем, надо ее тоже заменить. Вот такая мочалочка. Я ношу ее. Ну, как это, перчаточка, да, отшелушивающая. На самом деле я ее покупала в ленте. Она дешевенькая достаточно. Ну, очень она мне нравится, как она очищает кожу тела. Очень классная. Вот тут, мама, у меня веревочку такого придела к ней, чтобы она мне нигде не терялась, не болталась. Вот. Ну, мне нравится. Хорошо отшелушивает кожу. Я люблю вот такие прям пожесткие. Но она не сильно, на самом деле, жесткая. Ну, прикольная. К нему гель для душа. У меня сейчас заканчивается вот такой. Ну, гель для душа любые беру. Те, которые там находятся, в таких дозаторах, я не использую. Они очень сильно сушат кожу. Дальше, ну, какие-то скрабы постоянно беру с собой. Вот сейчас у меня такой. Вот это, ну, как миниатюрочка скраба там давали мне где-то или кто-то дарил. Я уже не помню. Ну, такое, не знаю. По мне, так обычный кофе действует так же. Я поэтому не знаю. Вот. Дальше. Вот такая я ее уже показывала в уходе за телом. Вот такая массажерка. Покупала ее в фикс-прайсе. Она уже тоже вся такая... Ну, тоже ее надо бы заменить. Но в фикс-прайсе пока я не видела вот таких массажеров. Но мне очень она нравится. И вот этой стороной пользуюсь, и этой стороной. Ну, не знаю. Мне нравится, как она массирует. И массирую я, ну, живот, бедра, ягодицы, да, вместе вот с этим маслицем. Тоже вам уже какое-то видео показывала его. Тоже у меня осталось чуть-чуть. Наношу на влажную кожу. Потом вот этой массажкой. Ну, в общем, мне нравится. Ну, не скажу, что масло какое-то супер. Ну, так. Не знаю. Вот. Дальше. Здесь у меня... Ношу с собой вот такую штучку. Баночку. Сюда я по настроению, скажем так, насыпаю глину. И наношу на лицо. Пока вот нахожусь в душе, пока все делаю. У меня глиняная маска на лице. Обычно глину покупаю. Чаще всего встречаю голубую. Ну, вот когда какую-то другую. То есть все равно. Глина, в общем, это для личика, да. Делаю масочки. Ну, и осталось у меня тут все для волос. Значит, вот такой у меня шампунь от марки Индола. Это шампунь против выпадения волос. И восстанавливающий вот такой кондиционер. Это разные линейки. Ну, так получилось, что... Я обычно люблю одной линейкой пользоваться. Но получилось, что, по-моему, вот к этому кондиционеру не было шампуня. Или наоборот уже, честно, не помню. Неплохие. Мне нравится, что здесь 300 мл, а здесь 250. Потому что у меня обычно шампунь заканчивается быстрее, чем бальзам. Вот, ну, не знаю. На самом деле, я не в восторге от вот этих вот. Но... Ну, так вот. Не знаю. Ну, нету вот прямо вау. Ну, так использую. Брать больше не буду, это точно. Потом в пустых баночках подробнее расскажу о нем. Также у меня вот такая штучка. На самом деле, огромная бадья. Я все хочу куда-то перелить. Но в итоге все равно таскаю вот такую большую бадью. Значит, это от марки вот этой Гуам. Правильно, да, ее называть? Это такое наподобие уксуса для волос. Который вот после завершения всего-всего вы его наносите. Я люблю после бассейна в особенности использовать подобные средства. Потому что все-таки хлорка. И как бы я там не старалась не мочить голову. Все равно, если на спинке плаваю, волосы намокнут. Вот, в общем, люблю использовать подобного рода продукты. Но конкретно вот этот мне не особо понравился. Я, конечно, тоже в пустых баночках потом подробно про него расскажу. Ну, он, так знаете, вот волосы, да, гладкие, блестящие. Но по ощущениям, как будто бы они становятся такими слабыми, что ли. Ну, не знаю. В общем, потом подробно расскажу. Не очень мне понравилась эта штучка. Ну, вот, что называется, добью ее и на этом все. И сейчас тоже ношу с собой, извиняюсь, у меня тут все в скрабе, вот такую маску от Calistar. Она мне безумно нравится. У меня уже осталось чуть-чуть, буквально на пару применений. И пойдет в пустые баночки. Это, по-моему, как-то пять масел она назвать или что-то типа того. В общем, на основе масел. Вообще, марку Calistar обожаю, люблю. Не знаю, мне все продукты нравятся от этой марки. И маска, конечно, стала не исключением. Обязательно присмотрюсь еще каким-то продуктом от этой марки. Ну, для волос, я имею в виду. Что-нибудь еще потом новинка обязательно приобрету. Маска классная, восстанавливает, питает волосы. Даже мои сухие концы она просто преображает. Супер, всем советую, присмотритесь. Ну, тоже закончится. Я в пустых баночках уже более подробно. Так, здесь косметички все. Вот эти у меня скраб рассыпался. Эту косметичку у меня до этого была другая. Мне подарили в Ревкоше, когда вот у них там была какая-то акция. Вот эти купончики раздавали по 300 рублей. И я выиграла там такую косметичку. Кстати, прикольная косметичка. Она такая узенькая, вместительная при этом. Ну, мне нравится. Розовенькая такая. Видите, переливается. И что же у меня тут внутри? Конечно же, у меня это крем для тела. Я вот этот заказывала на iHerb, потому что получается дешевле. Ну, такой на самом деле легкий. Больше подходит по мне так на лето. И у меня сломалась вот эта крышка. Самое интересное, что... Ну, то есть, видите, здесь надо совсем все раскрывать, чтобы его достать. Так как у меня еще половинка. Я пока попользуюсь. То есть, я вот так сверху одеваю и нажимаю. Ну, попользуюсь пока. Потом, когда уже там чуть-чуть совсем останется, я, наверное, вот эту крышку разберу и как-то вытащу все это дело отсюда. Или бывает, могу вот так ножом. Мужу прошу, он так ножом не вскрывает, если мне продукт нравится, и я достаю. Но нравится, очень приятно пахнет. Не знаю, тоже могу всем посоветовать. Хороший продукт. Так. Дальше что у меня? Вот такое кокосовое масло. Я его всегда наношу на волосы. Когда вот, например, иду в бассейн, да, под шапочку, немного наношу, чтобы вот волосы меньше портились. И также, ну, то есть, использую его как защиту. Также наношу, когда иду в баню, сауну, да, чтобы, во-первых, от разогрева масла быстрее как бы проникает в волос. Ну, и, во-вторых, защищает все-таки мои волосы от ломкости. Я заметила, когда использую масло, и когда хожу в баню, в сауну, они у меня меньше вот как-то страдают, что ли, от температуры, от всего, от хлорки. Не знаю, вообще на самом деле нельзя, да, в бассейн вот подобного рода средства, потому что могут на воде оставаться. Но мне все равно, в общем. Я защищаю свои волосы. Также для волос вот у меня заканчивается уже вот такое, тоже от марки Индула. То есть я, как вы понимаете, купила, да, вот так вот комплексом. Да, значит, не было бальзама, видите, у меня все. Это от выпадения волос. Но я беру такие штучки для укрепления волос. Тоже вот как бы там такая водичка. Вот ее осталось на пару раз, и пойдет в пустые баночки. Ну, не скажу, что она какая-то супер, супер что-то я там заметила, и блеска не придала. Ну, так вот побаловаться больше не возьму. Ну, вообще как-то эту марку не очень. Хотя какая-то другая линейка от этой марки мне очень понравилась. Также у меня такое молочко для волос. Тоже оно заканчивается у меня. Но от него я вообще вот просто решила бросить его сюда, чтобы добить и уже выбросить наконец-таки. Вроде как здесь, когда я покупала, точнее, мне консультант говорил, что здесь есть кератин. В общем, он такой супер-пупер-супер-пупер. Но мало того, что волосы становятся как сопли, если чуть-чуть переборщить. Если нанести чуть меньше, то вообще ничего как будто не нанесли. Ну, то есть мне не понравилось это средство. Ну, тем более оно не дешевое. В общем, ну, не буду точно. Вообще вот эта марка мне не особо понравилась. Мне не понравилась у них только коллагеновая маска. такая в тубе, в таком большом. Прикольная. Ее хочу повторить. А вот всякие такие, нет, не понравились. И что-то мне тоже не понравится эта марка. Так, дальше. Дальше ношу с собой такой вот марки Керастаз. Это как-то он цементик, как-то так называется, да. Это, в общем, такое средство для сушки волос, которое запечатывает волосы. То есть все то, что вы предыдущее нанесли на волосы, он как бы все это запечатывает, запаивает, как бы, и добудет вам счастье. Средство хорошее. Мне понравилось волосы. Мало того, что приятно пахнут от него, так еще и, ну, как бы, действительно вижу эффект. Меньше повреждаются при сушке и так. Но я практически не сушу волосы. Очень редко, только когда мне после спорта нужно куда-то бежать. А так я, ну, они у меня высыхают так более-менее естественным путем. Они у меня быстро сохнут, потому что пористые. И я потом просто одеваю шапку и добегаю до машины. Не знаю, не простужаюсь, слава богу. Может быть, нельзя так делать, но... Как-то с феном я не дружу. У меня очень быстро начинают ломаться волосы. Но когда нужно, использую. Поэтому его бросила себе сюда, в косметичку. Так, дальше расчесочка. Тангел тизер. Ну, естественно, розовая, да? К сумке. Вот, и дальше здесь у меня перелита... Вот, Марокко Нол, крем для кудряшек. Вот фигня полнейшая. Не увлажняет, не питает, не создает какие-то красивые кудряшки, ничего. Его наношу, вот буду просто добивать его, вот, лишь бы, не знаю, главное, большая бодья. Это вообще ужасно. Дальше. Вот этот крем, да, от белорусской марки Фармакос, который убирает покраснение. Использую его, да, как маску я уже говорила. То есть наношу, приезжаю домой, смываю. Ну, пока вот в качестве маски от покраснений средство хорошее. В качестве какого-то крема для сухой кожи нет, нет, однозначно нет. Дальше. Еще ношу с собой вот такую масочку увлажняющую. Тоже ее показывала в покупках. Очень хорошая маска. Она мне очень понравилась. Если я вечером еду в бассейн или в спортзал, я наношу ее, как кремушек, да, и потом просто ложусь спать, даже не умываюсь. И кожа вообще в хорошем состоянии. Кожа комфортная. Классное средство. И блеск для губ от... Точнее, это даже бальзам от Виктория Сикрет. Такой прозрачный. Очень мне нравится. Приятно. Я вообще люблю марку Виктория Сикрет. Обожаю. Вот все, что я с собой таскаю. Потом еще покажу вам свою форму. И вот такой вот у меня спортивный костюм. Обычные, такие простенькие, дешевенькие кроссовочки Демикс. Мне нравятся розовенькие. Это от Puma такие леггинсы. Тоже мне очень нравятся. Черная маечка обычно. Это... Что-то я, если честно, не помню какой марки. Я все обрезала. Ну, обычная такая. Очень прикольная. Она сзади, видите, такая... Ну, сеточка. То есть мне не становишься мокрым. Ну, прикольно. Мне нравится. И вот такой, ну, какой-то топлив Nike. С такими поролоновыми вставочками здесь для груди. У меня грудь небольшая. Вот. Так что мне как раз. Я надеюсь, вам понравилось такого рода видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Оставляйте свои комментарии. Если вам интересна тема фитнеса, похудения или, не знаю, ухода за телом, обязательно оставьте мне свой комментарий. И я сниму на интересующую вас тему видео. Ставьте пальчики вверх, если вам понравилось видео. Пальчики вниз, если не понравилось. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Всех люблю. Целую. И до новых встреч.